Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои, поля. Здравствуйте! Сегодня мы побываем в Брянской области. В программе Александр Розенбаум. Река Десна. Руководитель Трубчевского дома юнормии Пересвет. А еще мы уберем берег древней русской реки. Поехали! На Ивана холод ждем, в святке лето снится. Зной махнем, не глядя мы, на пургу метель. Только бурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель. Александр Розенбаум. Интересные факты! Слово о полку Игореве. Памятник литературы Древней Руси, рассказывающий о неудачном походе русских князей во главе с Игорем Святославичем Новгород-Северцким на Половцев в 1185 году. Рубрика «Сестра реки Селинга. Река Десна». На берегу реки Десна расположено много городов и поселков из Брянской, Смоленской, Черниговской, Сумской, Киевской областей. В Брянской области это село Снопот, Жуковка, Гостиловка, Сельцо, Брянск, Выгоничи, Трубчевск и Белая Березка. Добрый день, Алексей. Представьтесь, расскажите, чем вы занимаетесь. Зовут меня Алексей Амери Мнязуба. Я занимаюсь патриотической работой. У меня в данный момент я являюсь директором дома юнармии в городе Трубчевске. Это 4-й дом юнармии Брянской области. И 95-й дом юнармии в России. Поделитесь вашими самыми успешными проектами. Наверное, самый успешный мой проект, наверное, и будет этот дом юнармии, потому что мы долго к этому шли. Мы начали заниматься дворовыми видами спорта, таким как воркаут. В 2010 году мы впервые с моими ребятами собрались в городе Трубчевске. После того, как я успешно выступил в 2009 году в городе Москве, на первой встрече дворовых спортсменов, был ролик снят в интернет, и меня там заметили. После того, как я приехал в город Трубчевск, ко мне начали добавляться друзья, ребята с улицы, и просили, чтобы я с ними занимался. Так как нам не было, где заниматься, мы на студенческом форме с администрацией нашего города. Я студентам задал им вопрос, просил у них, чтобы помогли нам с турником. И администрация нам выделила трубы, выделила сварщика, и мы сделали свою первую площадку. За что им очень большое спасибо. После того, как мы начали собираться, сначала это было 10 ребят, делали свои показательные выступления. У нас в городе проходит замечательный праздник, это на земле Баяна, когда приезжают коллективы Белоруссии, Украины, России, и поют православные песни, читают стихи, показывают свои умения. И я встретил атамана Брятского, северско-казачьего округа. И, будя студентом, попросил его приехать к нам на встречу дворовых спортсменов в городе Учерск. Он приехал, и когда он увидел то, что умеют ребята, которые выросли на улице, их неумения, он сказал, давайте я вас приглашу на фестиваль боевых искусств казачьих. Мы поехали с ребятами и привезли почетное третье место. А первый раз мы потом поехали, на следующий год мы его заняли уже первое место. И так был создан клуб «Пересвет», где мы с ребятами начали пропаганду за образ, за жизни, воспитывать патриотизм, любовь к семье, к родине. У нас уже было около 50 человек. И уже у нас была площадка, с которой мы ездили по всей Грянской области, и не только по Грянской области. Делали показатель выступления по гимнастике, по силовой, по дворовому воркауту. И реально это очень зрелищно. Многие к нам подходили, просили, записывали для детей, спросили, где можно будет заниматься. Мы объясняли, что мы занимаемся на улице и сами себя развиваем. После того, как в 2016 году я провел первый чемпионат по воркауту в городе Трубчевске на стадионе, официальным представителем этого мероприятия был Валуев Николай Сергеевич. Он приезжал к нам, были команды из Москвы, Белоруссии, Украины. И очень мощное, сильное мероприятие мы провели. После этого у меня закрепла вся идея начинать заниматься клубом не только силовой гимнастикой, а немножко рукопашкой, боксом. Все-таки ребята дальше шли в армию, и помимо силы нужно было умение себя защитить, себя, свою мать, свою родину, своего брата. В скором времени так получилось, что здания нам стало мало, и появилось юноармейское движение в России. Я со своими друзьями из Мирянска, Барил Вершов, это представитель юноарма Мирянской области, и получается он сейчас директор тактического клуба «Бык». Был, сделал общий проект, и мы начали искать помещение. Так как помещения особо не было в Ашук, мы обратились в политехнику, здание политехнику, где мы сейчас с вами находимся. Это был сначала актовый зал, потом сделали зал, тут немножко попеределывали, делали его с директором. В скором времени, это уже в 2020 году, мы съехали, и год у нас мы занимались на улице, потому что не было помещения. Но пришло время, 2001 год, своими усилиями мы совместно с администрацией города, с директором политехникума, с Лякпином Александром. Ему очень большое спасибо хочется выразить. Человек сильно поддержал, потратил свои большие деньги, чтобы сделать этот зал. И мы открыли дом юнармии города Тручевска. Что такое дом юнармии города Тручевска, и какие здесь есть направления? Здесь есть направление воркаут. Это очень популярное направление, это дворовый вид спорта. Воркаут, это значит улица, заниматься на улице. Стритворкаут, это новое направление, которое я возглавил в Брянской области. Это международная федерация стритрифтинга. В стритрифтинге, как и в паурифтинге, уже есть направления, есть весовые категории. И здесь уже дети моего клуба, воспитанники могут получить спортивные разряды, вплоть до мастера международного класса. На данный момент у меня в клубе три мастера сплота, четыре кандидата мастера сплота. Ребята вот недавно один в Москве выполнил. Александр Кашульин, кандидат мастера сплота. Что такое стритрифтинг? Стритрифтинг, лифт подъем. Это поднимается на турнике, дополнительное тягощение, могут быть блины, могут быть гири, весом 24 кг, 16 кг, 8 кг для женщин и блины. В стритрифтинге есть два основных направления. Это классика и много повторка. Много повторка считается, что нужно сделать много повторений при определенной весовой категории. Классика – это жим на один раз, большой вес. И так же самое у нас в зале есть борцовская площадка, татами, где ребята отрабатывают рукопашку, самбо. Но в ближайшее время в зале появится боксерский ринг. Федерация бокса в Брянской области в лице представителя Федерации бокса Николая Сергеевича Валоева был обещан ринг и оборудование для занятия боксом. Скоро будет секция. Как-то вот так. Какие проекты вы бы хотели реализовать в будущем? В будущем самый большой мой проект – это, наверное, развить дом юнормии, вывести его на образцово-показательный, чтобы заявить всем домам юнормии, что есть работа, ей нужно заниматься, есть дети, их нужно подготавливать. Прежде всего мы готовим ребят к чему? Быть хорошими родителями, быть хорошими сыновьями. Прежде всего это семья. Когда в семье хорошо, и в душе хорошо, и государству хорошо. Если человек спортивный, подтянутый, он не будет болеть, он будет хорошо работать на заводе, он будет хорошим специалистом, у него не будут заказываться плохие мысли. А, естественно, здоровый человек – это сильный воин. Для нас сильным воином является пересвет. Вот. И мы почему назвали его пересвет? Как начинающий школьник может достичь вашего уровня в профессии? Начинающий школьник может достичь у него уровня. Я начал сам со школы, начал заниматься, просто начал бегать. И обычное подтягивание, отжимание по утрам. Просто вот я понял, что я должен себе подготовить, я должен сам себя расследить. Никто, кроме меня, этого не сделает. И для меня это было правило с детства, что никто, кроме меня, я утром вставал, делал пробежку, ходил в каждую переменку на турнике. И это меня вытянуло. Было маленьким, слабеньким мальчиком. И получилось, я себя развил и доволен, я скажу, что и дальше буду развивать. И школьнику каждый должен добиваться своей цели, каждый должен оставить след после себя, чтобы его дети добились своим дедом, отцом, чтобы ты был пример на себе ним. Какие пути решения экологических проблем вам видеться? Экологические проблемы, они в наше время, 20 век, их очень много. Прежде всего, это очень много мусора. Но если мы сами не будем за ним следить и не будем делать примеры, показывать, что... Начни с себя. Это вот я придерживаюсь вот этой версии. И начни с себя. Сам покажи, что ты в любой момент можешь подойти, не пройти мимо какой-то бумажки, или поднять и выкинуть в воду. Естественно, это нужно самому убирать из собой мусор. Если ты начнешь с себя, люди будут на тебя смотреть искосо и будут понимать, а почему этот парень-то молодец. Да, есть мусор, очень много мусора, но нужно начинать с себя. Если мы начнем с себя сделать маленький флаг, и все начнут подтягиваться, дети будут это видеть. Это будет примером. Я думаю, мы победим экологически. Какие направления науки требуют развития в сферах, которыми вы интересуетесь? Науки. Прежде всего, я интересуюсь здоровым молодцем жизнью. Меня больше интересует здоровое поколение, здоровая нация. Прежде всего, мне хочется, чтобы люди меньше болезни, больше занимались спотом. И самосебя развивали. А наука, она будет двигаться вместе с хорошими, нездоровыми людьми. Вот моя... Дайте совет себе школьнику, если бы была машина времени. Если бы была машина времени, я бы сказал, дал такой совет, что не нужно откладывать на завтра. Есть моменты, когда думаешь, что почему нужно было, наверное, что-то нужно было раньше начать. Ну или раньше нужно было заниматься спортом, раньше нужно было учиться. Когда мы учились, мы думали, ой, быстрее бы отучиться, потом мы же нет, нужно было учиться, посидеть. Немножко бы вот этого. Сейчас уже когда позасет, ты понимаешь, что чего-то тебе не хватает. И ты понимаешь, что есть работа Наташа, и хотелось бы исправить. Но ты же не исправишь. И у тебя есть шанс, тогда, когда ты занимаешься людьми, чуть-чуть поправдать их. Так что, если что-то хочешь сделать, начните сегодня. Задайте самому себе вопрос, который вас интересует. Порассуждайте и сами же на него ответьте. Вот. Мой вопрос самому себе, как в наше время все-таки довести до молодежи здоровое поколение. То, что мы одна семья, и убрать злобу, убрать весь негатив, убрать вредные привычки. Потому что у нас и так очень много дел, которые нужно успеть. И в размышлениях хочется придумать версии, какие-то планы для реализации этого. Но мы к этому стремимся. И это вот мои размышления с каждым разом. Что можно, как это можно совершенствовать. Как можно привлечь определенных детей. Хочется выполнить, что в моих мышлениях я всегда думаю, прежде всего, правильно я делаю или нет в определенных ситуациях. Доложу я до детей все, что хотелось довести мне. Может, в свое время я хотел, чтобы у меня был такой тренер, как я сейчас. И он в свое время мне сказал, Алексей, начни, подтолкни, покажи. Ну, приходилось бороться самому. Но сейчас есть момент, и хочется свое мнение. Что-то сам, постоянно саморазвиваюсь. И для детей донести это. Чтобы они понимали, что есть добро и есть спот без денег, без валюты. Чтобы донести, что можно отдать себя в свободное время на благо своей нации, своей земле. Чуть-чуть сделать маленький вклад. А оценят его или нет, это решать уже ли нею. Твоим предкам, как ты оставишь, какой ты оставишь после себя след. И последняя рубрика «Свободный микрофон». Скажите, что бы вы хотели пожелать нашим сегодняшним зрителям? Хочется пожелать нашим сегодняшним зрителям здоровья. А здоровье это значит занимайтесь спортом. В любое время, на любой площадке, на улице, дома, саморазвивайтесь. Не стойте на одном месте. Если есть дело, сделай его сегодня. Спасибо, Алексей, за то, что вы пришли ко мне в гости. Я хочу вам вручить такой маленький подарочек. Это магнитик из вторичных материалов. Брянск, солдаты победы. И наклеечку. Выполнил из картона, очень приятно. И наклейку вот. Такой вы в нем где-нибудь магазин не купите. Спасибо, наклейка будет в моем клубе. И, конечно, медаленчик. Солдаты победы. Большое спасибо. Было приятно с вами помчаться. Теперь давайте попрошляемся с нашими действиями. Сейчас очень древняя река Десна находится в большой опасности. И мы ей поможем. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней повел шажком, видит девушка с башком. И с косой, под пилоткой, на луку стоит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Задержался бы он рад, но поймал сердит взгляд. Но, ребята, марш за мною трепута знаком. Лихо конница прошла, и девчина расцвела. Нежный взглядный по уставу давит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, 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 едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой, слово едет вверховой. За свою любовь девчине расцвела и так. Хоть далеко синий дом, хоть далеко милый дом, Но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.